Добрый день, я собираюсь идти гулять, а сейчас я на лестнице, на лестничной площадке. И хочу вам показать вот эту розу, меня спрашивали, китайскую большую, которую я вынесла из дома. Она здесь стоит, и здесь еще есть красивый щучий хвост. Сейчас покажу. Вот такой вот. А мы идем, пока солнышко, правда погода такая прохладная, непонятная. Идем гулять. Вот такое вот солнышко, немножко подогрело температуру воздуха, а то было утром очень холодно. Поэтому сейчас надо подумать, куда же все-таки выбраться. Скорее всего, наверное, хотелось бы или в какой-то парк, или просто погулять по маленьким магазинчикам. Ну, сейчас посмотрю. Субтитры сделал DimaTorzok Это уже второй день. Вчера он оказался такой насыщенный, что я даже не успела ничего поснимать. Я встретила Таню, мы немножко погуляли вместе, я встретила свою подписчицу в Димонте. И сегодня воскресенье, я опять в Димонте, и хочу немножко прогуляться по лесу. Покажу сейчас на карте, где я нахожусь. Вот сейчас покажу вам место, где мы будем гулять немножко. Вот он город Рига, и вот он район Иманта. Мы его сейчас укрупним. И как видите, это жилой район, посередине которого тот самый лесочек. Небольшой, но мимо него можно вот так вот прогуливаться по всем этим дорожкам. Я сейчас приехала вот здесь, на улице Бебру, и зашла в лес по этой дороге. Это такой не совсем лес, это скорее лесопарковая зона прямо в жилом массиве. Посередине находится дорога, по которой все гуляют с детьми, с колясочками, с собачками. И я тут немножко пробую разные варианты съемки в каком-то таком, ну, со всякими возможностями. Вот сейчас это винтажная такая съемка немножко, как видите. Цвета передачи немного другая. Можно немножко углубиться в сторону от дороги, но здесь все равно все будет очень цивилизованно. А это уже другой вид съемки, и на меня нападают комары. Один из интереснейших эффектов такое затемнение мрачное. Наверное, хорошо снимать какие-то заброшенные строения, старый город какой-нибудь. А можно такое ретро. Сейчас сверну на какую-то небольшую улочку. Там будут разные тоже интересные домики. Покажу вам что-нибудь. Пахнет замечательно, свежо, именно так, как и должно пахнуть уже в конце августа или в начале сентября. Уже такое все очень прохладное, сырое, но это здорово. Вот здесь такие неожиданные всякие интересные домики. Что-то недостроенное с теплицей наверху. И какой-то бревенчатый домик. И так тихо. Вот летний лес, вот такой ближе к осени, он отличается от весеннего тем, что совершенно не слышно ни одной птички. Они перестали размножаться, им это больше не нужно чирикать. И поэтому тишина просто невероятная. Никаких там кузнечиков, никого. Идешь и просто как будто бы отключили звук. И только я одна тут болтаю. Ну, это, конечно, никакой не особенно интересный или красивый лесочек. Но он приятный. Именно своей такой безмятежностью, спокойствием. Всякие тропиночки уходят туда-сюда в стороны. И я решила все-таки к домам пока не сворачивать и пойти по одной из этих тропинок. Но она широкая-то. Видите, это не тропинка, это целая дорога у меня за спиной. По которой я иду, такая натоптанная. Она меня куда-то должна привезти. Когда-то мама послала красную шапочку к бабушке с пирожками идти через лес. А я иду к свекру из свекрови. Тоже через лес, тоже с вкусняшками. Вот она, моя любимая рябинка, красивая. Гуляю по лесу, но, конечно, не поэтому. Здесь я не видела вереска, но можно уже сейчас начинать собирать вереск. Добавлять немножко в чай. В чистом виде он, конечно, наверное, не впечатлит. А вот в виде такого составного и также листочки. Бруснички, чернички. Тоже можно собирать. Я уже, по-моему, где-то выхожу. Опять к какой-то дорожке, по которой идет много людей. Так что здесь не страшно, заблудиться невозможно. Все равно ты выйдешь где-то в районе Ниманта. Куда-то да выйдешь. У нас есть такие большие в Риге лесозоны. Назовем это так. Избекерникский лес, Шмерли лес. В районе озера Юглас тоже большой лес. Вот там, ну не то, чтобы заблудиться, но там, чтобы через него пройти, надо хотя бы минут 20-25, а то и полчаса. А здесь хватает 10 минут. Но все равно приятно погулять. Не спеша, не торопясь, вот ощутить именно то, что это воскресенье. Здесь даже фонари есть. Только что прошла мимо фонаря, так что здесь ночью эта дорожка освещается. А вы ходили по ночному лесу когда-нибудь? Мне кажется, это должно быть очень такой интересный опыт. Вот такая здесь детская площадка в лесу. Там все в лесу скамеечки. Можно отдохнуть. Здесь тоже вдоль такой глубокой мокрой канавки растет черная льха. Наверное, она любит такие места. Я немного ошиблась. Мне надо было взять правее, поэтому сейчас пойду через такое поле к домам. И оттуда уже сверну в нужном мне направлении. Сейчас здесь цветет, не знаю, как называется это растение, оно вот желтеньким цветет в конце, всегда августа. Очень хорошо стоит в вазах. Его можно даже срезать и не ставить в воду. И вот оно будет так красиво засохнет и будет такое декоративное. Не знаю, что это такое, но дикое, неокультуренное. Но вот так создает такой приятный золотистый какой-то фон. Когда уже кончается лето, то очень... Видеть что-то желтенькое очень радует глаз. Обожаю эти пушистики. Я их помню из детства, но это растение очень редко здесь сейчас растет. А вот здесь оно есть. Вышло опять к цивилизации. Субтитры сделал DimaTorzok